здравствуйте дорогие друзья мастера и мастерица давайте посмотрим что нам удалось сделать нам удалось сделать башням нам удалось сделать корпус нам удалось сделать две гусеницы и И давайте посмотрим, что нам сегодня необходимо будет сделать. Нам будет необходимо изготовить вот такую пушку. Одну я уже сделал. На основе вот этой трубки. Потом мы здесь прикрепим две. Потом нам необходимо сделать парочку пулеметов возле башни. И поставим вот на такие турели. В этот раз я решил сделать два маленьких вентилятора. Здесь и здесь. И такие мелочи, как различные колесики, которые мы будем крепить здесь и вот здесь наверху. То есть три штуки нам надо будет сделать. Ну и соответственно нам нужны будут вот такие патрубки. А уж потом мы проложим трубы и так далее. Первым делом мы с вами сделаем трубы. Это я сейчас обмазал вазелином, чтобы потом было легче снять. Потому что она нам нужна только как образец. Чуть меньше. И срежем лишнее. Такие трубы удобнее всего раскатывать с помощью шпателя. А от пальцев все равно остаются следы, как бы неровности. А шпатель ровный и я заметил, что с ним как раз менее проблематично получить ровную поверхность. Вот так. Видите, мы закатали ее. То же самое сделаем и с медной проволочкой. Она нам нужна будет для пулеметика этого. Никогда не делали, девушки, пулеметики. Сегодня сделаем. Я вас всему научу. И пулеметики делать, и автоматики. У нас будете альтернативные стимпанщицы. Или стимпанкерши. Как вам больше нравится. Так. Ну так. И отправим это запекаться. Потому что с запеченными трубами работать будет нам гораздо легче. И пока труба наша запекается, мы с вами сейчас сделаем... Мне надо 3, а вам нужно будет 5. Мы сделаем с вами вентиля. Итак, для этого, как вы видите, я вырезал с помощью гильзы. И теперь вот так у меня тоже гильза смята. Это помогает мне делать вот такие вырезы. Тем самым я получаю спицы. Вот получились такие крестики. Теперь мы с вами возьмем... Колбаску выдавленную из экструдера. И соединим здесь в колесо. Вот так. Тоже сделаем и с этими. Те половинки, которые будут держать наши турели... То есть вот здесь она будет стоять. Вот здесь. Вот она. Я сделал точно так же, как и делал, помните, вот это колесо. Вот это 6, только немножко поменьше. Поэтому я не буду еще раз это показывать, чтобы не терять времени. Но вам надо будет разрезать и получить две вот такие половинки, которые мы здесь по бокам будем ставить. Так, это мы сделали, тоже отправляем. И теперь займемся вот таким вентилятором. Для этого раскатаем сейчас кусочек толстой глины. И сделаем вот такую полоску. Которую обмотаем по диаметру подходящую трубочку. Вот в нашем случае это вырезка. И тоже отправим ее запекаться, потому что с ней будет потом легче работать. А пока сделаем вот этот сам вентилятор. Я делаю его просто, я беру кусочек, этот диаметр, вырезаю, рисую букву Ж. Вот так. Это помогает мне не пользоваться транспортиром. И теперь начинаем вот так вырезать. Аккуратно убираем треугольнички. В середину ставим заклепочку. Приплющим ее таким образом. И выделаем мне вырез такой. А по краям еще сделаем тоже, как бы, заклепки. Имитацию сделаем. Приподнимем немножко края. Как бы завернем сейчас, чтобы он действительно был похож на воздухозаборник. И тоже отправим в печь. Тем временем из печи вышли наши две трубки. И мы можем продолжить работать уже с ними, создавая пушку, создавая пулемет. Давайте сначала посмотрим, из чего она состоит. То есть, здесь идет стяжной хомут. Здесь идет такая шайба со всякими заклепками. Здесь еще один стяжной хомут, который имеет свободные пока края, потому что не нужны нам будут для крепления. Вот наши колесики. И здесь надо сделать вход для зажигания. И здесь сделать вот такую пинку, куда будет входить уже от бака, который мы тоже с вами будем делать. Вот он. Будут входить вот такие ребристые трубы. Для начала давайте сначала проверим, как у нас снимается. Если вы смазали это дело вазелином, то у вас должно получиться. Чтобы потом у вас не получилось никаких неприятных сюрпризов, продолжать мы будем, конечно, с этой трубой. Она надежнее держит и так далее. И вот сейчас мы сделаем вторую трубу. То есть, наложим ее вот здесь. Смажем окончание из гелем. Не забываем, потому что это уже запеченная продукция. И к ней она так просто не приликнет теперь. Поэтому нам нужно будет гель. Так, посмотрим, где он у нас окончается. Вот здесь. Вот такую примерно. Делаем трубку. И тоже ее аккуратно обвернем. И обрежем. Смотрим. Все хорошо. Теперь можем прикатать. Использовав тот же самый шпатель. Все хорошо. Этот конец мы завальцуем. И сюда уже поставим на шлепочку. Вот так. И тоже со всех сторон ее поприжмем. Здесь уже клей, конечно, не нужен, потому что у нас все нормально здесь. Так. Желательно сразу же продумать о том, что здесь будет стоять такая пинточка. Для этого раскатаем пласт потолще. Так. И вот такая у нас получилась. Оставим давать ее сразу сюда. Пока это все свежее. Пока это... А вот металлическую деталь нужно будет приклеить. Или гелем ее как бы спаять. Здесь нам необходим небольшой такой обжимающий обруч. Это мы сделаем при помощи экструдера. И нам нужно будет отдельно сделать вот это кольцо. Здесь тоже сделаем только уже небольшую кипочку. Смотрим, где у нас шов. Здесь, значит, вот это будет у нас вверх. Так. И сделаем сразу отверстие. В которую в дальнейшем мы тоже поставим заклепку только поменьше. Ну и вот так, чтобы ничего здесь не нарушать, мы можем тоже отправить пока, а заняться, скажем так, чем-то другим. Конечно, другое это будут наши патрубки. Я вот сейчас просто раскатал колбаску потолще, решил попробовать немножко другой способ кусочек и попробуем сейчас с вами так сделать. Мы будем накладывать сюда эти полоски. примерно на равном расстоянии. С помощью ножа поджимая и в то же время сразу отрезаем получаем вот такое утолшение, которое обычно бывает в патрубках. Далее нам достаточно будет обрезать патрубки. Вот уже один патрубок у нас готов. Таким образом я сделал достаточное количество патрубков и тоже сейчас отправлю их в печь. Так, пока с пушкой мы дальше там делаем, у нас запекается. Давайте посмотрим, с чего состоит пулемет. Он состоит из такой трубки набалдашника здесь гофрированные защиты от нагрева ствола и более толстые еще трубочки. То есть в принципе ничего сложного. Единственное новая деталь это вот сейчас мы с вами сделаем это. Я ее приспособился делать вот так. То есть я наношу через равные промежутки. Таким образом получаю вот такую решеточку. Отрезаю. Так. смазав гели аккуратненько ставлю. Тут действовать надо действительно аккуратно потому что это очень тонкие быстро деформируются поэтому мы их прям вот так сейчас нанесем сюда под окнем и все. Не будем особо ничего с ним делать. Вот так. Так. Теперь одну потоньше одну потолше. это мы с вами умеем делать. Трубки то. Но чтобы не деформировать вот это я тоже сначала отправлю ее запекаться. Тем более что из печи вышло теперь наш вентилятор сам. Корпус примерим все подходит. И теперь давайте займемся сборкой. В этом нет ничего нового. я почти в каждом видео это показываю. Но я исхожу из того что возможно имеется зрители которые видят это в первый раз и посылать их для новичков смотреть там или еще в другие видео я не хочу. Поэтому лучше я повторюсь. То есть обычно я делаю так что я беру вот этот который я уже успел запечь так и делаю подходящий основание длину так вырезаю этот диаметр смазываю внутреннюю часть корпуса делим прикладываю в середине делаю такой же толщины возвышения сюда с тем чтобы оторвать сам вентилятор от корпуса иначе он будет так плоско выглядеть таким образом мы оторвем и затем уже тоже посадив капельку здесь геля мы уже вставим теперь сюда если у нас я вижу разошлось немножко мы ее сейчас починим введем сюда кусочек глины и чтобы она не расходилась я просто-напросто оберну ее резинкой интересно что резинка при этом не лопается что для меня тоже было неожиданно вот так выровняем еще лепесточки поднимем немножко наверх те которые упали и все у нас готов вентилятор тоже отправим его запекаться у нас получается два одинаковых вентилятора вот он вышел из печи вентилятор видите резинка целая все можно еще раз использовать вот теперь их два так как мы подошли с вами критической отметки 20 минут мы уже с вами ведем этот урок то я это видео прерву но это не значит что я закончил то есть я сразу буду делать следующее поэтому это зависит от вас хотите посмотреть сегодня смотрите сегодня завтра значит завтра ну а я пока не прощаюсь